При поддержке СБД России Ты наверняка встречаешь в интернете очень много хейта, неодобрения в сторону софт-экипировки Как ты считаешь, почему это происходит? Потому что они могут в ней жать Не жал в софте, не мужик? Конечно Может быть, есть какие-то глубинные причины? Зависть, отчасти, я думаю, тоже То есть, смотря на людей, которые там жмут И люди не понимают, что это такое вообще из себя представляют И сами топчутся на условных 200 килограммов и думают, почему они-то не распиарены А вот какого-то вот такого человека начинают там везде постить и тому подобное У них как-то, ну, то ли задевает это их, то ли, ну, что-то в этом роде, я думаю Ну, админ обычно постит то, что интересно Поэтому, собственно, эти люди туда и попадают Большие веса всегда интересны То есть, взять какой-нибудь легковес, который там в 67-й категории Жмёт условно 250-300 килограмм Как бы, да, это в несколько раз большего веса Но эти веса уже видели все И их жмут без экипировки Более тяжёлые дядьки А большие дядьки, поднимающие большие веса, это всегда интересно Вот, ну, можно сказать, вот эта причина ещё, по которой я наедал всю эту массу Вот сейчас за спиной твоей начинает сжать Никита, да, если не ошибаюсь, его зовут Старостин Вот, что можешь про него рассказать? Как он появился вообще у вас в зале? Ну, он пришёл ко мне в категории 75 килограмм веса Он у нас, как бы, сеть клубов рельеф Он в одном из клубов занимался И тренер попросил, говорит, паренёк, талантливый, сжать хочет У него даже там экипировка маленькая есть Слушай, извини, я тебя сейчас перебью Когда ты сказал слово рельеф, сразу стало весело У нас сеть клубов рельеф И поэтому, ну, так получилось, что мы вот все там занимаемся Ну, что он пришёл снять 5 килограмм, он был рельеф Но я потом от стресса стал есть Ну, для результата У него цель сразу была много поднимать, много сжать И он, как бы, этой целью задался С горящими глазами Вот за него тренер попросил, чтобы у нас позанимался Начал заниматься Ну, не сразу, не быстро, но потихоньку результаты пошли А какие у него были первые результаты? Совсем О, что-то килограмм 210 он, по-моему, жал 82 Что-то вот так 210 А петель сколько? Ну, он, по-моему, тогда в двух петлях жал, насколько я помню В три пробовал, что-то там получалось через раз Не просто три петли продавить Это сколько тебе было лет, когда ты пришёл? 17 получается 17 лет, 75 килограмм А сейчас 21 год И? И 100 На данном у меня 135,8 Доходил до 143 Это оно как бы само так получилось? Или ты форсировал? Ну, можно сказать, форсировал Всегда, короче, смотрел, когда на соревнования Большие дядьки, когда жмут большие веса Это как бы интересно Эпично Но я думал, блин Тоже хочу быть большим И начал Не очень правильными методами Поначалу набирать Всякое сладкое, дешёвое покупал Смотрел на колораж Такой, ага, кексы стоят 50 рублей Тысяча калорий Беру их И съедаю на завтрак, условно То есть, это тот человек, который считает калории Но считает их другой целью? Да, всё верно Как мама отнеслась к такому набору веса? Она, наверное, за голову хваталась Она, наверное, пришла к Меркову и говорит Верни мне обратно всё, что было Примерно так и было Если поначалу я вообще не ел То когда начал по роличкам заниматься Я как бы Ну, более следить начал Но как бы именно качество калорий Я вообще никакого Как сказать Не придало значения Вот И когда я начал разжираться Больше 100 килограмм Мать уже Говорит Это всё тренер виноват А тренер был Вообще не придём Как-то так Получается Сначала купили холодильник побольше Потом кастрюли побольше Я холодильник отжал Интершуй-стройку Да Ну, то есть питание у тебя Как бы стоит Можно сказать Ну, не на первом месте Но где-то высоко В приоритетах С недавнего времени Я более качественно стал питаться Вот И поэтому Более правильными калориями Капец как тяжело есть То есть Как Маланчев говорил Еда это вторая работа Это Все подтвердят Кто Тяжелее 130 килограмм А что будет Если ты будешь питаться Только тогда Когда ты хочешь Что станет Я, наверное, до соточки скину Если не меньше Легко, да? Все думают Что как бы жрать-то это легко Блин, это вообще не легко А в софт-экипировке Легко жрать? Ну, кто не жал Говорит, что это легко Это типа экзоскелета Которая помогает Не жал, не жал, не мужик Не жал, не мужик Все верно Вот Но на мой взгляд Это, ну, в разы тяжелее Если после Обычного режима Встаешь И как бы не уставший Вообще То после софт-экипировки Капилляры полопанные Плечо болит Спина болит Все болит И жить особо неохота Но Это круто Жить особо неохота Подходишь к Алексею Меркулову К тренеру И говоришь Спасибо тебе, тренер Спасибо за все Все верно Все работаешь Никита Хорошо Терпень Ты поддержал ее На итоге Как только ты попал к Меркулову Твоя судьба уже была предначертана Судьбой, скажем так Хорошо сказал Судьба была предначертана судьбой Надо записать Отлично сказал Пришел я, значит В эту сборную первый раз Думаю Сейчас пожму Сейчас покажу класс Меня возьмут В итоге Первый вес начинаю сжать И обсираюсь И не жму Я думаю Все, капец Меня не взяли По итогу тренер Такой подходит Нормально сейчас пожмешь Он говорит Ты нам подходишь Мы тоже косячим Как бы все время В том-то дело Что я не видел ни разу Когда косячил Вообще Первое знакомство Забавно произошло Я подхожу здороваться А он тогда перед подходом Сидел Глаза красные Весь такой Я думал Сейчас я подойду Позороться Меня объебут И я улечу Поэтому я отошел Подождал Пока пожмут И он уже добродушен Такой Привет, привет Ну возможно Наедание вес Это тоже была Как такая Психосоматика Стать больше Чтобы не били Кстати, ни разу Алексей Большая команда Приехала у вас Сегодня Из Барнавола Относительно большая Ну все Восемь человек Полная команда Сейчас 6 выступает А что вообще В Барнаволе происходит Почему там все жмут И жмут ногу Ну это От тренера Наверное зависит То есть у тренера Условия Либо жмешь Что в экипировке Либо не жмешь вообще Ну с тренера Пример в основном берут Вот в Томске Там лифтингом занимаются Там у них все лифтеры У нас все жимовики Так получилось А говорят Что жимовики Это Те, кому лень заниматься В трейборе То есть халявщики Лентяи Ну я трейборьем занимался Сколько, наверное, лет 15 И ВПФ выступал И уже потом ВПЦ выступал Но перешли на жим Как бы все-таки Ну работы много Что действительно Не успевать по времени Это очень много Занимает времени В трейборе Жать намного проще А сколько у тебя сейчас Тренировок в неделю Вот именно у тебя Ну в основном две Две? Ого! И хватает? В межсезонье Три-четыре бывает А так Когда готовлюсь Две иногда даже одна Чтоб остановиться Но у нас своя методика Такая Не похожая На другие Поэтому нам хватает Методика Меркулова Ну да Можно подсказать Когда у тебя Придумывалась Своя программа Ты на какие программы Опирался при этом? Она не придумана Она из практики Выработана Тренировались Пробовали раньше По многим методикам По системе Шейко И по своей программе И вот постепенно Пришли к самому Оптимальному Такому варианту И как оказалось На всех работаешь Даже на всех? Ну да У нас большая команда Если не ошибаюсь У вас там есть Заслуженный мастер спорта Смирнов В Барнауле Тренер Заслуженный тренер Он в Бийске только А в Бийске По ИПФ Вы с ним как-то пересекаетесь? Может быть Враждуете? Да нет Нет Мы раньше уездили Выступали постоянно Одной командой Алтайского края По ИПФ еще Вот А потом как-то Вот Дорожки разошлись Ну нет Не враждуем Нет Ничего такого Я вот пришел к такому выводу Что если в городе Есть хороший тренер То таланты найдутся То есть таланты есть везде Главное их успеть Главное их найти И развить Полностью согласен Я даже думаю Что здесь талант Это второстепенное Главное желание Приходит человек Казалось бы Вот вообще никак Год, два, три Раз И начинает что-то показывать Ну а тренер как? Он добрый, злой Строгий Мягкий Когда надо Он может быть и мягким И строгим Вообще всяким разным Но матами пользуетесь Там, да? В зале Конечно Периодически Особенно Когда кто косячит Сегодня мне кажется Все накосячили Конечно А почему так произошло? Ну Совокупность факторов Вообще Сезон планировался Намного короче Чем предполагалось То бишь У нас прошел Сибирьон пауэршоу После чего Мы поехали еще На одни соревнования Не помню название И потом А в Томск Вот И потом наши То есть Трое соревнования Уже прошли Секундочку А если на Сибирьон пауэршоу Вы участвовали Вот на Кубке мира Я подходил Фотографировался с вами Серьезно? Да Вы тогда сказали Удалить ваши фото Вы были не в фото Ну там Пожалуй ужасно То есть Это наверное Были худшие соревнования За последние Вот годы Прям 380 килограмм Всего было там Первый вес, да? Первый и последний Ну и сегодня Ты пошел тем же путем Да Все верно Получается что Ты не успел Восстановиться Скажем так Поэтому Ну да Скажем так То есть еще Чуть-чуть вес Подкинул Если на Караганде Я весил 139 килограмм С учетом того Что я там У меня поездка Долгая была Ну суммарно Я тогда должен был Около 142 143 Весить То сегодня 135 Всего Вот Думаю Это прям Сыграло свою роль Все на парк Хорошо Дети Хорошо Терпеть Жив Безграция Помощь Помощь Потому что майка Все-таки Все плечо защищено А здесь Плечи влетают Вот у меня спортсмен Мой Руку ломал На жиме Опускает Щелк Ну и в майке Два раза видел Как руки ломают То есть фотографы И операторы Вас любят Вас интересно Снимать Ну да Наверное В Барнауле Турнир Походит Самый сильный Человек России По жиму Вот мы Пробовали Его без Экипировки Проводить Ну Зрителей 6-7 Человек В экипировке Когда большие веса Когда опасность Вот эта все штанга Большая падает Там ловят Зрители Ну не знаю 150-200 человек Всегда собирают Это мне напоминает Когда в цирке Люди выступают Со страховкой Без страховки Когда со страховкой Не так интересно Только он снимает Страховку Уже Когда опасность Появляется Уже прикольно Становится Гонки как стали популярными Тоже изначально Это было очень опасно Там люди постоянно Погибали Травмы получали Сейчас Ну формула 1 Например Более-менее безопасно Более-менее А раньше-то это же было Чуть ли не каждую гонку И поэтому В пауэрлифтинге Ну наверное Вот экипировочные виды Ну все наверное И присед И жим Ну тяга Она сама по себе Красивая Там экипировка Особо не помогает Я думаю Что из-за весов Да Попустили Не, не падает Ты их держи Стар 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 Майки не хочется сжать или слинку уже все, на века? Скорее на века, потому что майка это совершенно другое движение, совершенно другая техника. И переучиваться, терять данный результат прям вообще не хочется. Ну и плюс софт-экипировка она очень лояльно относится к сгонке веса, к набору веса. Особенно когда ты в районе плюсов 140 кг, может на 140 плюс потом приду. Потому что если ты жмешь майки, ты там пятерку набрал, сбросил и уже совсем все по-другому. Да, на самом деле со слингом примерно такая же тема, если стоишь на пограничном весе, то есть в районе, когда размерная линейка заканчивается примерно на 140 и ты перешагиваешь ее, то техника тоже начинает меняться в связи с тем, что спина немного больше стала, руки чуть больше стали. И вот это движение лопаток вниз и сведения, оно очень сильно играет роль при жиме. То есть если вот этого движения не сделать, опускание, то получается вот такое. А там уже слинг не так растягивается об грудную клетку. Вот вследствие чего я третий подход очень сильно забаранил таким образом. Ну мне кажется, подожди, сегодня ты только первый пожал, да? Да. В 47 месяц. Первый корявенький, но пожал. Вот. То есть там просто в движение не попал. Второй подход низковато надел. Слинг же за меня жмет, поэтому вот. С этим сложно поспорить. Да. Вот. Ну а третий подход просто я лопатки не вставил. Ну не пожал, соответственно обосрался. Какое значение имеет лавка? Хорошая, плохая, высокая, мягкая, жесткая? Ну это прям большое значение. То есть за все годы, которые мы жали, прям столько лавок перепробовали. Ну естественно на своей родной жать проще всего. А это какая родная? Напалм от НАПА. Да. Федерация НАПА создавала. То есть она и по высоте идет. Выше стандартной вроде. Вот. И ширина у нее тоже немного она шире. Плюс она сама по себе крепкая идет. И платформа там не вот эти две ступеньки. А монолитная платформа, с которой прям удобно снимать. Как у Кассата наверное? Да. Примерно. Я ни разу не слышал про напалм. Хорошее слово. Я люблю каламбуры. Это прикольно. А вот этот сам лежак жесткий, мягкий, какой должен быть в идеале? Ну вот в меру твердый. То есть там небольшая должна быть как подстилка, но она должна быть очень плотная. И сама ткань, которая получается обтягивает эту лавку, она тоже должна быть не скользкая. А все же любят мягкий материал, чтобы можно было утопить туда плечи, лопатки свести будет легче. Отрыва задницы не видно. Да вот у меня, кстати, никогда не было проблем с отрывом. Мне кажется, я знаю даже почему. Мне кажется, я тоже знаю. Небольшая она должна быть просто, сантиметр максимум, наверное, толщиной. Как быстро у тебя рос результат? Или постепенно, или в какой-то момент был прям бурный рост? Ну, у меня вес рос, как правильно сказать, волнообразно. То есть он резко вырастет, резко жим поднимется. И вот так вот я поднимался прям такими двумя шагами вперед. То есть, допустим, вес на пятерку вырастает, это минимум 20 килограмм жимов плюсом. Вот. Далее отработка техники. И покупка нового слинга, потому что в старый я просто перестал влезать. А старый был какой фирмы и какой новой? Все были турбиновские. Начиная с желтого, потом зеленый ультимейт и заканчивая. Сейчас получается турбина Х вроде на серое идет. А какие еще есть слинги? Есть от Куркового вроде Ярость, да? Какие-то еще есть? Самый блутной в Ярости это Веном идет, но он по сравнению с турбиной такой себе. Ну и турбина в последнее время подсдавать начала в качестве. Если у него первые, получается, партии хорошие идут, то почему-то последующие качеством страдают. То есть, их не хватает настолько долго. Что на второй? Да вот думаю, либо может 500 сразу. Либо с трейнером сейчас последуюсь может 490, чтобы первое место занять в абсолютной категории. И туда и на этом все, наверное. В идеале 510 сегодня. Был какой-то вес, к которому ты долго подбирался и все никак не получалось. Или там психологический барьер был. Или просто на штанге, да. Ну, наверное, не было. То есть, условно, это 300-400 килограмм, 500 килограмм. Это прям такие веса, наверное, которые дольше всего давались. Ну, соответственно, 500. Я его всего два раза зажал. Придет. 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 Давай, Никита, давай. 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 Держи. Собрали. Без защиты. А к этим круглым цифрам ты подходил на соревнованиях или на тренировке? Да, на соревнованиях. То есть, только на соревнованиях, да? Да. В зале до покорения этого веса ты не жал? Ну, до покорения на соревнованиях. 500 только на соревнованиях. А вообще, так у нас рекорды бьются каждую неделю, можно сказать. На каждой тренировке. То есть, вы безумцы? Да. Самураи, у которых нет цели. Только плохо. Хорошо. То есть, плохо. 505 килограмм ты пожал где? В Караганде. Каламбур. Хорошо, люблю каламбуры. В Караганде? Класс. Это были первые 505 килограмм? Да. И как это было? Тяжеловато? Да ну, как бы, мне кажется, сейчас 470 тяжелее пошли, чем те 505. Ну, может потому что ты выходишь недостаточно настроенным? Типа фигня? Да нет. Как бы всегда настраиваться стараешься. Ну, настрой очень сильно решает в экипировке. Если на обычном режиме это, можешь подойти просто пожать, то в экипировке, если ты не настроился, то скорее всего тебя сломает и ты не пожмешь. Как-то так. А до 505 килограмм ты жал 500? Да. А это где было? То было соревнование. Самый сильный человек в 2020. В втором вроде году. У вас в Арнамуле. Вот. Что можешь рассказать про это выступление? Малый круг лист, кстати, слышал про него. Потому что, скорее всего, не распиарено было. И видеозаписи, к сожалению, почему-то никто не заснял. И если они были, то они были где-то с дальних рядов. В очень плохом качестве. И поэтому... Вы какие-то не современные спортсмены. Сначала решают вопрос телефона, камеры, а потом уже готовятся к соревнованиям. Фотографии есть, а видеозаписи нет. Очень странно. То есть, нету видео? Есть, но... Очень плохое? Да. Вот. Но сам вес как ощущался? Очень тяжело? Страшно? Стыкотно? Ни капли. Вот после 400 килограмм оно все примерно одинаково. Оно просто давит и все. Там разница между 400 и 450. Ну, условно, нету. Когда идешь на такой вес, страшно немножко или нет? Как ты не задумываешься об этом? Ну, когда я спросил, начнешь думать. Просто представляешь, что есть люди, которые жмут куда больше тебя и ты мотивируешься этим. Почему ты-то этого не можешь? Вот. И как бы начинаешь пробовать и все получается. Твое тело достойно лучшего. Одежда Power Insight на wildberries.ru Во время выполнения жима тяжелой штангой какие части тела болят больше всего? Прямо вот на скамейке? Плечи. Плечи болят. Ну и локти. У кого что слабее? Ну вот, периодически бывает, что ночью просыпаешься от того, что затекают локти и они прям начинают сильно болеть. Вот. От периодически тяжелых тренировок. И в те моменты ты думаешь, что ты выбрал правильный спорт? Нет, я просто думаю, как мне больно и не думал про спорт. Да и ты даже не помнишь, в чем причина, почему так происходит. Все верно. Забываешь. Все равно это нравится, все равно как бы это свой азарт. Своя фишка какая-то в этом есть. То есть всегда интересно быть где-то особенным. Вот. Ну как минимум сейчас в России. Один такой. А слушай, вот я не очень хорошо ориентируюсь в рекордах, но мне кажется, до тебя больше всех жал Найденов, да? Да. 450 или 60? 450 вроде он жал. И ты перекрывал его рекорд как бы на чуть-чуть или сразу скаканул? Я вроде бы пожал после 450, 462,5 сразу на ЗМС. В НАПе очень интересные рекорды на ЗМС. То бишь там в 140 категории звание ЗМС России идет больше, чем мировой рекорд по версии НАП. То бишь у Найденова, который был. А у 140 плюс 470. За то, как они мотивируют спортсменов на тренировке. Пожать нужно аж три раза в течение года такой вес. Ого. И причем все время в одном и том же слинге и в одних и тех же ботинках. Конечно. Условия. Орлифтинг спорт для бедных, поэтому. И ценники как бы на экипировку в 16 тысяч это конечно на новый слинг. Не всегда найти можно. Неплохо. Нет, ну найти сложно, надо зарабатывать. Да, все верно. А иначе на еду не хватит. Несмотря на то, что резина снимает нагрузку с мышц. Суставы все равно как бы страдают. Да и суставы страдают. То, что она снимает нагрузку с мышц не совсем так. Все равно и мышцы постоянно травмы. То есть, допустим, плечи это вообще стандартная проблема. Потому что если она снимает нагрузку, то в основном с мышц, но не с связок, не с ухаживаний, не с суставов. Ну да. Ну и веса-то больше. То есть нагрузка все равно огромная. Поэтому нет. Ну я говорю, я жал и без экипировки, и в майках. Но в слинге это самое тяжелое. А твои подопечные в основном жмут в каком количестве бетель? Ну в основном в трех. То есть все, кто сильный, все в трех жмут. Как бы у нас в одном-двух это как бы так, для слабочков. Про травмы вот мы поговорили, очень мало. На самом деле это травмоопасный вид спорта. Да, довольно-таки травмоопасно. Потому что в начале пути, когда еще опыта мало, допускаешь довольно-таки много ошибок. Когда тренер не видит, начинаешь еще больше косячить. И получается так, что штанга на тебя падает, выворачиваются локти, плечи и тому подобное. Но мне как-то все это обходилось. В третьем подходе сегодня с тобой это случилось? Да там на стойке упало, как бы поэтому. А, то есть тебя не коснулось даже. Уже не первый раз. Самое страшное, наверное, что было, это когда видео, потом могу если что найти, показать. Это было в Томске. Тогда вес был 460 кг. И когда я его выжимал, она с прямых рук у меня упала. Ого. И тогда резко я повредил, получается, левую кисть. И упал он на живот? Ну да, на грудь, но также на стойке. Ну, как Маланчев любит. Да. Если бы там не было, я думаю, я бы как Маланчев не отделался. Скорее всего, там бы два мяча сейчас было в семидесятой категории. Все в пятой. Сот-экипировка появилась, наверное, лет десять назад. Там были такие скромные мелкие шаги. Потом она стала более и более становиться популярной. А потом как-то немножко спад произошел. А почему он произошел? Ну вот, кстати, я попал в тот момент, когда произошел спад именно ее. То есть соревнования проходили такие, как Ярость стихий, где призовые фонды были в районе 120 тысяч за первое место. Вот. И тот же Золотой тигр, где первое место, ну, 80 тысяч. Также награждение было. Когда мы приехали после пандемии, как раз она произошла, за первое место давали пакет с курицей в панировке. А за второе давали. Ну, просто грамота с медалями. Ну, спад довольно стремительный произошел даже по этому показателю. То есть Ярость отменилась в связи с тем, что спортсмены перестали приезжать, коситься, говорить, что они не в форме и поэтому отменили. Вот. А на Тигре, ну, фаворитами также вот наша команда является. Если бы нас не было, я думаю, там бы мало сейчас кто выступал. Условных человека 2-3. Ну, а спад произошел, я думаю, все-таки с тем, что это довольно-таки тяжелый вид спорта именно в софте сжать. Потому что без команды мало чего добиться можно. То есть условных в трех петлях, если нету команды, то самое простое заведение рук, выведение данного веса, но оно попросту невозможно. Попросить какого-то человека из зала, который приседает, или там тянет 100 кг, ну, мало чего он сможет сделать. А собственными силами поднять такой вес, ну, тоже нереально. Я пробовал, я подавал 360 кг, меня просили. Это безумно сложно, но еще сложнее эту руку отвести. Это просто нереально. Поэтому вот вам сегодня нужна была помощь двух человек, чтобы отводить руку. Раньше такого не было. С появлением новых слингов, получается, что нужно аж два человека. Под тренировком пару слов. Алексей Меркулов сказал, что, не знаю, как вот у вас, но он говорит, у него там 2 тренировки в неделю примерно. Да. И бывала одна у него. У тебя тоже? Нет, у меня в районе 3-4 выходит. То есть он более просто занятой, у тебя больше времени свободное? Да, он просто директор крупной сети, поэтому времени не так много. А я рядовой работник, поэтому времени намного больше выходит. Получается, на каждой тренировке у тебя жим? Нет. Два жима в неделю всего. Скажи подробнее, какие упражнения, какие дни? Вообще стандартный жим вниз головой идет. На отработку как раз, да, в понедельник, либо во вторник он идет. Для отработки именно самого вот этого вставления и опускания лопаток, потому что оно очень важное. Вот. И основной жим уже происходит как раз в субботу. Когда мы у всей команды собираемся, жмем как раз в софте. В субботу, потому что все свободны в этот день? Да. Ну, как бы не свободны, как бы надо. Тренер сказал, что в субботу собираемся, все в субботу, значит, приезжаем. Приезжаем в субботу, я вам всем раздаю паспорта после тренировки. Именно так. Вот. Но потом, наверное, в баню. Нет? Бани нету. К сожалению, не всегда, но хотелось бы. Ну, да. Потому что с баней обычно еще принято минеральные элементы всякие принимать. Без баней принимаем. Без баней принимаем. Не обязательно этот атрибут, да, для пива. Слушай, ну ты, мне кажется, не подробно рассказал про тренировки. Ты сказал только про жим вниз головой и про субботу. Какие еще упражнения? Подробнее, если. Ну, вот самое основное у нас это, наверное, все-таки суббота. То есть идет тренировка именно в слинге. Суть какая? Пожать на максимум. Вот так вот? Да. То есть на максимум, на который ты сегодня способен? Сверх максимум, на который ты способен. Вот. Если жал на просто тренировке условных 300 кг, на следующем нужно 305 или 310. В зависимости от того, насколько у тебя много сегодня сил. Ну, с 300 кг Никита обычно начинает разминку. Конечно. Вот. А после этого идет уже обычная закачка. То есть жимы узким хватом. Либо другой элемент какой-нибудь джима. Ну, чаще всего узким оно идет. Также трицепс и плечи. То есть работа с гантелями в тренажерах тоже присутствует? Это важно? То есть там уже ребята разбиваются на группы. Ну, кому какие упражнения нравятся. Кто-то в кроссовере работает, кто-то с гантелями. Вот таким образом. А с какими гантелями ты работаешь? Какой вес? С моряки упражнения. Ну, разных. Ну, на махах бывает 30 дел. Килограмм. 25. На жиме. Ну, самые большие, что есть, это 50-55. Сидя. Вот. Жим сидя, да? Вверх? Ага. Лежа также, только на большое количество повторений. По 50? Ну, нет. Там почему-то в носливости резко не хватает. То есть в районе 25-35. По-разному выходит. Килограмм? Да. Немного. Нет. 35 повторений. При 50 килограмм вот так вот. Вот так вот. 50 килограмм гантеля, 35 повторений. Вот это уже интересно. Да. А зачем выносливость? Вам? Хороший вопрос. В нашем виде спорта всего одно повторение, поэтому оно не надо. Ну, я считаю все-таки, что в разносторонности это все равно развивает. ATH Nutrition продолжает расширять ассортимент, предлагая на рынке самый широкий выбор добавок. Надежность наших продуктов подтверждена выбором миллионов людей, среди которых сборная команды России. ATH Nutrition – твоя поддержка при восстановлении после интенсивных нагрузок в жизни и спорте. Я знаю, что маячники, кто жмут в майках, они особо не уделяют внимания безэкипировочному жиму лежа. А вы? Практикуете безэкипировочный жим? Ну, вообще я его совсем запретил. Мы жмем, вот допустим, я самое большое, 120 жму. Когда у меня лучше, там, сколько, 242 я жал. Лучше безэкипировки. Не нужно это, да? Не нужно. Вот сейчас в межсезонье маленько пожмем, а вот Никита там 230 подходил. Ну, вот когда есть возможность, когда межсезонье маленько, тогда да, чуть-чуть жмем. Но в основном нет. Техника другая, все по-другому. Можно травму опять же получить. И поэтому лучше аккуратно. Но либо одно, либо другое. То есть нельзя сочетать. Господин Веркулов говорил, что он отучает вас жать без софта. То есть всегда только так, да? Потому что, как практика показала, кто жмет в софте, обычно, переходя на обычный жим, у него резко отлетают титьки. Либо надрывы, либо полный отрыв в груди. Ну, вот привести Ваньку Васюнина. То есть довольно-таки титулованный спортсмен. Особенно в Алтайском крае. Вот. Присед у него под 400 был в многослойной экипировке. И жимы там около 300 также в майке. На счет тяги не помню. В районе 350 также. Но все равно приходится работать, мне кажется, со штангой, там, ну, не знаю, весом 100 кг, 150 кг, например. Да, побольше даже. У меня момент был, что операцию мне проводили. Неожиданно. Я бы никогда не подумал. У меня грыжа была. Вот. И когда ее вырезали, как бы с большими весами в целом нельзя было работать. А вообще, ну, как обычно, врачи рекомендуют полгода ничего не делать. Больших весов не поднимает. Ну, пауэрлифтеры они такие, что без этого вообще никуда. Это, как врач говорит, это самые долбанутые вообще спортсмены, которые не следят за здоровьем. Вот. Ну и получается, что я там жал просто там с весами в районе 170. Без экипировки также. Потому что все-таки большие веса требуют большего напряжения. А брюшное давление поднимается очень сильно с этим. Ну, 505 килограмм уже пожаты. Что дальше? Стать первым. Где? По миру. Так, а есть какой-то рекорд разве больше, чем 505? Конечно. Именно в софт-экипировке. Сейчас первого содержит. Получается, Джимми Колп, американский спортсмен. Но он же не в софт-экипировке жал. Он жал в какой-то вот адской майке. Я думаю, что это можно провести параллель между этим всем. Потому что майка, которую они жмут, она чем-то похожа на слинг. Ну да, это новый тип майка. Да, то есть материал похож на слинги. Только там площадь вот эта, которая все обжимает, она больше. Как она работает, я не пробовал, но тренер у нас ее покупал. Это Фури называется, да? Или Фьюри? Что-то такое. Ф-8 вообще почему-то. Ну, почти. Да. Может быть, Скоттом Эндельсона она Фьюри называется. Вот. То есть ты ориентируешься, получается, на Колби? Да. 612,5 он жал. Да, вроде так. То есть это монстр, до которого, блин, далеко еще всем, даже мне. Я, кстати, про него сегодня вспоминал, про Колби, когда 470 упало у тебя, да? И когда там 5 или 6 человек не могли поставить штангу на стойке. То есть это очень тяжело. А когда он жал 612,5, как-то ему и легко подавали, как-то относительно легко. Я что-то обратил внимание, что это как-то все ассистенты как-то очень легко работают там. Потому что здесь у всех глаза на лоб, все обосравшиеся уже, все боятся. Вот. И реально они 470 или там 90, они ну еле-еле подставили. Ну, с твоей помощью тоже. А там как-то у них все припевающе и легко происходит. Ну, не без этого. Все-таки американцы. Я люблю искать заговоры везде. Вот. Может быть, это здесь тоже. Гаражные жимы, гаражные приседы, гаражные тяги. Все это засчитывается у них. Ну, получается, что все равно вам приходится ориентироваться на эти веса. Тем более, что на 100 килограмм больше. Даже больше, чем на 100 килограмм. Это прям нечто. В идеале бы, конечно, когда-нибудь. Дай бог мне здоровья. Я пожму такой вес. Но пока вот то, что 470, пожалуй, кривовато. 490 вообще задавило. Значит, не сегодня. С Никитой общались по поводу американского спортсмена Джимми Холби. Он говорит, что для него это ориентир. Он правильный ориентир себе выбрал или нет? Да, конечно, надо на лучших ориентироваться. Ну, то есть ему нужно будет в такой же майке, наверное, сжать или нет? Может быть. У вас планируют все приобретать? Ну, у меня есть такая. Я в ней пробовал. У меня лежит. Но мне в Слинге больше нравится. Например. Ну, как бы, пока здесь все растет, все хорошо. А на перспективу почему нет? Можно попробовать. То есть пока растет, в эту майку он взвозь не будет? А зачем? Немножко техника другая. Это получается, если ты туда переключишься, ты здесь потеряешь. Поэтому пока здесь все хорошо, ни к чему. А сомнений нету в том, что там было 612,5 кг? Ну, у американцев всегда есть сомнения, на самом деле. Я вот сколько жимов смотрел, особенно в старых времен. Всегда есть такие, ну, странные вещи, на самом деле. Ну, думали, что 500 нереально, оказывается, реально. Ну, а нам куда деваться? Вот есть цифра, ориентир. Ну, будем делать все возможное, чтобы приблизиться. По-честному. Да? А куда деваться? А может и нет? Да как? У нас выбрать, мы на соревнования жмем. Это они в подвале захотели, соревнования провели, зафиксировали все, что хотят. А мы-то вот на турнир ездим. Все открыто. Это видео посмотрит много людей, надеюсь. Тоже надеюсь. Вот. Ты бы советовал им заниматься софта-экипировкой? Лучше держаться подальше от этих резинок проклятых. Ну, те, кто не хотят в игре с клеток жать. Те, кто за классику топят. Пускай они так же занимаются этим всем. Вот. А кто хочет, как бы, новых эмоций, новых ощущений, быстрого прогресса, опять же. Тем советую. Ну, опять же, условием того, что у вас есть команда. Ну, и с таким условием, что у вас 9 жизней. Да. Это обязательное условие. Может быть, даже здесь 11. Так получше будет. Это важно. Это важно.